Ульяновский тренер Вячеслав Петров больше привык к тому, что награждают его воспитанников, но ныне он виновник торжества. В прошлом году наставник, которому уже за 60, с успехом выполнил нормативы физкультурно-спортивного комплекса ГТО и теперь заслуженно получил золотой знак отличия. В советское время был прекрасный девиз от значка ГТО к олимпийской медали. Я думаю, что это все равно привлекает детей, подростков к систематическим занятиям физкультуры и спортом и также добиваться спортивных результатов каких-то. Торжественная церемония вручения золотых, серебряных и бронзовых знаков отличия состоялась в рамках областного фестиваля ГТО. Ее участниками по традиции стали ульяновцы всех возрастных групп, от школеров до пенсионеров. Ты пришел добровольно, проверить себя, посмотреть на других. Это же подтягивает. Посмотришь, он больше тебя выполняет. Ну, задаешься целью догнать, может быть, его или... Не просто выполнить норматив, но сделать это лучше соседа. Фестиваль ГТО для его участников давно уже перестал быть каким-то рядовым спортивным событием, куда сгоняют из-под палки и для галочки. Азарта и самодачи здесь зачастую больше, чем даже на соревнованиях среди профессионалов. Больше азарта проявляется у взрослых. То есть, они даже соревнуются с более молодыми ребятками для того, чтобы даже фору дают. И проводя такие фестивали, мы очень надеемся на то, что молодое поколение не будет отставать от более своих взрослых, от мам, пап, дедушек и бабушек. Около 300 участников из нескольких муниципальных образований региона. И при этом 4 теста. Потягивания на перекладине для сильной половины, отжимания от пола для женщин и мужчин, а также упражнения на гибкость и пресс. Никто не выступает спустя рукава. Все выкладываются без остатка. Мне больше запомнилось качание пресса. Потому что там напрягаются мышцы и появляется много сил. И с каждой попыткой можно сделать все лучше. Какого цвета будут эти показатели? Золотые, серебряные или бронзовые решат судьи. В ближайшие дни они подведут итоги фестиваля. Выполнивших нормативы наградят знаками отличия. Михаил Сашанский, новость Ульяновской правды.